Я приветствую вас, друзья, на канале Полезные Товары. Сегодня, наконец-то, рассматриваем USB-тестер, который называется KCX-017. В общем-то, показывает напряжение, силу тока, ёмкость, номер ячейки. Мы замерим погрешности его показаний, как меня и просили. И, в общем-то, рассмотрим основные положения, для чего же пригодится это устройство. Итак, вот мы подключили к USB, наш USB-тестер. И с помощью него можно просмотреть, сколько ампер перетекло, например, из сети в устройство, где есть чему заряжаться. То есть, в аккумуляторы, это и телефоны, MP3, электронные книги, планшеты и так далее. С какой силой тока происходила зарядка и напряжение. Также показывает номер ячейки, здесь их 10. Также рассмотрим, вот это устройство служит, дополнительная нагрузка на 1-2 ампера служит для тестирования ваших зарядок. Так, значит, прежде всего будем измерять погрешность этого устройства по напряжению и силе тока. Вот, для этого нам пригодится вот эта штуковина, этот USB-светильник. Я его просто достал из корпуса. Так, значит, подсоединим его. Вот он светит. Видите, здесь показано 4,86, 4,86 вольта, 17 ампера. То есть, 170 миллиампер. И здесь будет накапливаться емкость. Вот видите, накапливается уже 1219 миллиампер часов. Так, отключаем. И видим, что силы тока нет. Прибор не работает. Напряжение 5,9 вольта. Так, 5,9 вольта. Измерим погрешность. Для этого давайте-ка возьмем вот этот тестер. Кстати, ссылочку также на него оставлю. Скоро в обзоре мы его рассмотрим. Так, я удобно расположил этот прибор. Давайте замерим напряжение. 5,1. Ну вот, 5,09, 5,1. Так, включим. Здесь напряжение 4,86. Здесь показания 4,85. 4,84, 4,85. Так, отложим. То есть, о погрешности судите. Я взял еще одно устройство, потому что в мультиметрах также есть погрешность. Вот, подготовился, да, чувак? Еще и два тестера. Так, сейчас показания 5,09 вольта. Включаем. Здесь уже выставлено все. Смотрим на показания. 5,05. Включаем. Здесь 4,86. Здесь 4,8. То есть, этот тестер, этот мультиметр практически идентичные показания с USB тестером. У этого все-таки, этот показывает, говорит нам о погрешности небольшой. Так, теперь давайте определим погрешность в измерениях силы тока, в показаниях силы тока, точнее, этого USB тестера. Для этого переставили в миллиамперы. Я уже разомкнул цепь. Вот, смотрим. Замыкаю. И 0,17 ампера, 170 миллиампер. Выставляем здесь максимально до 200. И замыкаем цепь. Это минус. Это плюс. Замыкаем. Цепь показывает 150,5 миллиампер. То есть, порядка 20 миллиампер. Погрешность показывает так. Так, что касается погрешностей, я надеюсь, опытным путем мы с вами посмотрели. Какова же погрешность в измерениях напряжения и силы тока у этого устройства. И я думаю, вполне, вполне допустимо. В этом нам помогло вот этот вот USB фонарик. Спасибо тебе. Так, мультиметры отлаживаем. Так, дальше. Приступим, значит. Как же проверять пауэрбанки? Вот, я нажал один раз. Первая ячейка, то была предыдущая, нулевая. Да вот, берем любой пауэрбанк. Вот, небольшой. Кстати, обзорчик также сделаю по нему. Берем любой пауэрбанк. Сюда. Показывает выход 5,14 вольта. Например, мобилочку. Вот у меня небольшая, здесь на 1000 мАч, по-моему, да. Вот таким вот образом на выход. Подсоединяем. И сюда. И пошел процесс зарядки. А здесь начнется вот сила тока 43 сотых ампера. И вот пошел процесс накопления емкости этим аккумулятором через этот пауэрбанк. То есть, таким образом можно приблизительно оценить емкость самого пауэрбанка на разряде, да. То есть, умные люди скажут, что 5 вольт здесь аккумулятор на 3,7. То есть, в заряженном состоянии 4,2 на преобразовании напряжения. Все это теряется. Но я говорю о приблизительных значениях. То есть, если здесь заявлено 1500 мАч, допустим, и он выдаст там 1,6 мАч, то ясное дело, что это отстой. Приблизительно должно быть, то есть, порядка нескольких сотен мАч, я думаю, в минус, естественно, должно быть показываться. То есть, и это будет нормальным значением. Именно для этого пауэрбанка. И вот так вот заряжается на заряде же проверять емкость вот этого аккумулятора. Аккумулятора мобилки нельзя, на разряде только. Ну, как правило, аккумуляторы проверяются на разряде, да. И вот мы видим, напряжение сразу немножко упало, сила тока, емкость пошла. Так, значит, это еще один способ применения данного устройства. Узнавать емкость приблизительно, емкость пауэрбанков. То есть, если вы заказали с Китая, там у вас, там, например, 10 000 мАч, вы проверили его на разряде, вот так вот зарядили, и на разряде проверяете с помощью вот этого USB-тестера. И он вам показывает не 10 000 мАч, понятное дело, он так не покажет, а 2000 мАч. То есть, смело открывайте спор. И все в таком плане. Так, значит, с пауэрбанками также разобрались. Так, далее протестируем зарядочки. Зарядочки. Давайте-ка. Вот, допустим, вот эта зарядочка. Китайская, написано 2 А. Должна выдавать. И вот сюда вход USB и microUSB. Вот microUSB нам как раз и пригодится. Зарядку в сеть. И подключаем нагрузку, выставляем здесь 2 А. И видим силу тока 1,68-69. Очень греются резисторы. То есть, буквально несколько секунд и нужно отключать. Для чего это делается? То есть, бывают зарядки на 1, на 2 А переключаются. Вы ставите, например, на 2 А, подзаряжаете телефон. А там через этот USB-тестер показывает там около 1 А. Дело в том, что в самих телефонах, либо смартфонах, планшетах стоят ограничители. И больше, чем нужно, там силы тока не будет. Поэтому зарядку через телефон, просто заряжая, вы не через этот USB-тестер пропуская, вы не посмотрите, на самом деле, какую силу тока выдает зарядка. Только с помощью вот такой нагрузки. Здесь ограничителей нет. Выставляете 1, либо 2 А и смотрите. Есть также зарядочка самсунговская, вот такая, 0,55 А. На самом деле, конечно, немножко неправильно сейчас будет, потому что выставим 1 А, но все равно посмотрим, выдержит ли. Так, опять же, на microUSB. Здесь выставляем 1 А. 1 А, хотя зарядка у нас на 0,55 А. И видим, что показывает 0,73 А. То есть, самсунговская зарядочка также адекватная. Ну что ж, друзья, таким образом тестируются зарядочки, USB-кабели, емкость пауэрбанков. Можно тестировать. Еще забыл сказать вам про вот эту кнопку, да. Давайте-ка. Так, это кнопка. Значит, смотрите. Емкость, которая была у вас, если вы продолжите, например, заряжать какое-то устройство, емкость будет со временем накапливаться, накапливаться. То есть, даже при отключении будет сохраняться значение и продолжать набирать. Чтобы обнулить емкость, переходите в ячейку, нужную вам, вот, например, 1, и просто зажимаете эту кнопку. Зажимаете, и емкость обнуляется в этой ячейке. Все просто. Чтобы переключиться между ячейками, просто несколько раз вот нажимаете. Их 10 от 0 до 9. Так, на этом, друзья, все. Все. Я надеюсь, этот обзор принес вам массу полезной информации. Если это так, не забывайте ставить пальцы вверх, подписывайтесь на канал. А я вам желаю всех благ и отличного настроения. До новых встреч. Покеда, друзья. Ребят, вот мы переместились в мою комнату. Здесь довольно спартанские условия. Ну, в общем, что хочу сказать. Реально вы все достоинства этой гирлянды сможете оценить сами только в новогоднюю ночь, когда украсите не елку, либо просто вот так вот комнату украсите. Ну, а здесь просто уже заполнилось и коснулось нижних контактов. Видите? Ну, звучит громко. Да. Тихо. Так.